МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости в студии Ямера Мгульсал Кимбаева. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях этого дня. Жители города Тимиртау вынуждены ходить пешком. Общественный транспорт прекратил перевозку пассажиров два месяца назад. В Караганде сданы все зимовки, пострадавшие от весеннего паводка. В шахтерской столице продолжается акция «Дорога в школу». В Тимиртау жители проспекта республики вынуждены ходить пешком. Все потому, что в их районе нет остановки. Кроме того, во дворах отсутствуют детские площадки. Многочисленные обращения в различные инстанции не принесли жителям положительного ответа. 87-летняя пенсионерка Розалия Кулжанова вот уже второй месяц не видела общественного транспорта в родном районе. Рассказывает, что сейчас регулярно приходится ездить в больницу до города 4 километра. До центра пенсионерка может добраться только на такси. А это около двух тысяч тенге в один конец. Зачем дети должны попадать под машину? Обещали переходные поставить лежачего милиционера. Три заявления в ГАИ ничего не сделают. Сегодня жители устроили стихийное собрание. Тимиртаусы обеспокоены за жизни своих детей. Ведь многоэтажка расположена вдоль дороги. Говорят, из-за отсутствия дорожных знаков количество несчастных случаев только увеличивается. Однако местные правоохранительные органы разводят руками. Кроме того, жители боятся, что и эту зиму им придется сидеть без тепла. Потому что к отопительному сезону дом не готов. Эту зиму мы опять до Нового года будем бегать, искать тепло. Я не знаю, как, к кому обращаться. Потому что в прошлом году подняли весь этот. Вы сами знаете, все СМИ подняли в прошлом году. Тем временем местные власти уверяют, общественный транспорт свою работу не прекращал. Мол, автобус просто не останавливается из-за отсутствия остановки. А возвести детскую площадку чиновники планируют уже в следующем месяце. Это будет до 20 сентября выполнена работа. В многоэтажке, которую выделила Акимат, живет более ста человек. Это воспитанники детских домов, инвалиды, пенсионеры. Многие из них работают в городе. Отрезанные от общественного транспорта о наболевших проблемах чиновникам рассказывали не один раз. Однако от бывшего Акима обещанного так и не дождались. Теперь, говорят жильцы, вся надежда на нового главу города Металурков. Мирамгуль Салкимбаева, Жаслан Макулбеков, Арман Нартаев. Первый карагандинский. Мечта о новом доме становится реальностью. Карагандинские власти полностью сдали все зимовки, пострадавшие от весеннего паводка. Новые квадратные метры получили 25 потопленцев Актугайского района. Это одна из пострадавших от наводнения улиц в селе Корабулак Актугайского района. Во время потопа здесь плавали на лодках. Многие дома признаны непригодными для проживания. К некоторым даже не было и тропинок. Люди их просто покинули. Дома вместе со всем нажитым добром утонул в воде. Впрочем, и на улице никто не остался. Всем пострадавшим от стихии и жителям уже перечислили выплаты в полном объеме. Да и ущерб возмещен. Помочь пострадавшим не отказались и карагандинские предприниматели. Мы не могли остаться в стороне, когда такое происходит на нашей земле. Тем более, мы родом из аула. Пришли на помощь людям. Начали воздвигать дома. Современные дома. Вот сами видите, отделку. Среди счастливых обладателей нового дома есть и Зина Рыскулова. Пенсионерки построили просторный, уютный дом в кратчайшие сроки. Говорит, новое строение даже лучше старого. За что и многодетная мать благодарит чиновников. Наш дом и сарай уничтожила стихия. Все пропало. Но власти нам построили очень красивый дом. Он даже лучше старого. Всего по области были сданы 25 зимовок. В том числе и 12 в Актугайском районе. Карагандинские власти предоставили жилье пострадавшим от наводнения своевременно. Мирамгуль Салкимбаева, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Не нужно страшиться повышения курса иностранной валюты. Свободный курс доллара поможет местным предприятиям повысить конкурентоспособность своей продукции. Ведь за счет повышения цен на импорт в нашей стране возрастет потребность в отечественном товаре. Наша продукция не подорожает. За этим будут следить соответственные органы. Колебания цен произойдут только в сфере импорта. Как уже ранее сообщалось, необходимо не паниковать, а трезво смотреть на вещи. Нашей отечественной валюте необходимо быть конкурентоспособной. Карагандинцам нельзя поддаваться панике и сломя голову мчаться в магазины, закупая продукты. Тема области со стороны производителей торговых сетей. Есть понимание необходимости сдерживания цен. Поскольку, во-первых, оснований для роста цен нет. В принципе, имеются определенные договоренности с рядом крупных торговых объектов. Регулярно проводятся встречи с нашими поставщиками продукции. Рост тарифов не предвидится и не будет, поскольку оснований для этого также нет. Все наши тарифы, естественно, более потребляют отечественное сырье, уголь, мазут и так далее. То есть оснований для роста цен нет и не будет. Долговечность. 60 лет. Галвин. Морозостойкий. Надежный. Прочный. Для тех, кто ценит качество. Поможем детям вместе. Под таким девизом проходит ежегодная общереспубликанская благотворительная акция «Дорога в школу». Благотворительные мероприятия начались 1 августа. Около полутора тысяч детей из социально незащищенных семей получили подарки к учебному году. Подробнее в следующем сюжете. На 3 миллиона тенге были закуплены школьные принадлежности для малообеспеченных и многодетных семей. Сегодня помощь получили ученики школы номер 77. 70 детей получили новые ранцы, тетради, ручки, карандаши. Многим ученикам уже не терпится приступить к занятиям и опробовать свои школьные принадлежности в деле. Родители тоже не скрывают радости. Особенно у кого в семье не один ребенок, а четыре. Я благодарю отдел образования, Акимат, вообще власти города, что проходят такие акции, что проходит эта помощь для детей. Власти и спонсоры обещают, что и в последующем времени никто из детей не будет забыт и всем нуждающимся будет всячески оказываться помощь. Мы со стороны своей создадим все условия, охватим вас учебниками, те, кто не услугут горячим питанием и самое главное, атмосферу доброты, любви, теплоты в наших организациях мы вам создадим на долгие-долгие годы. Акция «Дорога в школу» хороша тем, что помощь оказывается не только в виде учебников и тетрадей. Проходят рейдовые мероприятия по охвату несовершеннолетних детей обучением, а именно осуществляется подворный и поквартирный обход микроучастков, в ходе которого обследуются семьи, в которых проживают дети от года до 18 лет. Проверяется их охват обучением, выявляются неблагополучные, малообеспеченные многодетные семьи. Также организована бесперебойная работа горячих линий, телефонов доверия в отделе образования и организациях образования для оперативного реагирования на обращение граждан. На помощь, которая идет от души, не могут повлиять и валютные качания. Амина Смакова, Тулиген Рашидов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Сто учащихся школ области получили от помощи от мусульманской общины Караганды. Согласно призыву Духовного управления мусульман Казахстана, все мечети должны к началу учебного года поддержать республиканскую акцию «Дорога в школу». В центральной мечети Караганды собрались дети из районов и отдаленных сел региона. Сегодня для них праздник. Многодетные и малоимущие семьи с помощью мусульманской общины получают для своих детей школьные подарки. Это немаловажная помощь перед школой. Ведь подготовить шкалера к новому учебному году непросто. Надо потратить не один десяток тысяч тенге. Хочется, чтобы твой ребенок не был обделен ни в одежде, ни в учебниках. А есть ли их трое и больше? Поэтому спонсорская помощь так важна в эти дни. Нужно отдать должное тем людям, которые оказывают эту помощь. Соответственно, ежегодно у нас прибавляется количество детей. И прибавляется. Поэтому, чтобы как-то оказать помощь, в этом помогает общественность. Общественность – это предприниматели, которые прикладывают руку, нежели своих каких-то сбережений. Дать равную возможность получить образование – это одно из приоритетов развития казахстанского общества. Все дети должны быть уверены, что они не одни, что о них заботятся. А полученную заботу они смогут передать своим детям. Сергей Высокосов, Исламбек Успан, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Сегодня 18 ученикам гимназии номер 93 была оказана гуманитарная помощь. Ранцы, карандаши, ручки, тетради, спортивная форма и даже учебники были торжественно вручены. Помощь в первую очередь была оказана тем, кто наиболее в ней нуждается. Дети не скрывали свои радости. Теперь, к первому сентября, они готовы. Несмотря на экономические трудности, спонсорская помощь не прекращается. Спонсорскую помощь оказал же Стройсбербанк и страховая компания АЭСКО. Не первый год в этой школе проходят подобные мероприятия. Более восьми лет ученикам всячески помогают. В этом году она проводится под девизом «Поможем детям вместе». Ежегодно мы оказываем помощь более 30 ученикам. В этом году уже оказали помощь 18 ученикам. Оглянуться не успели, как зима катит в глаза. Рейд за рейдом последние два месяца проводят депутаты городского маслехата, чтобы проверить готовность Караганды к предстоящей зиме. Выявить недостатки и пока еще есть время помочь их устранить. Регулярно в таких выездах участвуют и корреспонденты Первого Карагандинского телеканала. Все подробности у Сергея Высокосова. Перед выездом, как обычно, депутаты провели установочное совещание. Затем разделились на группы и разъехались по районам города. Большинство домов, которые увидели депутаты, горожане и руководство КСК содержатся исправно. Так было и во дворе на Голубых прудах. Председатель КСК Ольга Лазаркина проводила всех в подвал дома номер 9. Подготовительные работы к отопительному сезону здесь уже давно проведены. И не только в подвалах и элеваторных узлах. Отопление хорошее. Представитель КСК это поменяет. Капитальный ремонт прошли. И теплощечки дорастели. Депутаты убедились, что дом действительно готов встретить зимние холода. Автоматизированная система отопления не только согревает, но и помогает экономить. Большое спасибо. Наполовину меньше стали платить. Между тем, в этом КСК живут не одним днем. О своих планах жильцы и домком рассказали депутатам. Будущий ремонт. Есть какая-то определенная закладка? Как-то вы решаете этот вопрос? Ну, допустим, через несколько лет вы собираетесь ремонтировать какие-то подъезды определенные. Как вы собираетесь эти вопросы решать? Вот миллион на семьсот у меня ушло на элеваторные узлы. В этом году я два только заменила. Почему? Потому что окна межэтажные в подъезде пришли уже в негодность. Менять стекла я заказала все пластиковые окна в домах. Вот в тринадцатом поставила пластиковые окна, в девятом поставила. Частично в пятнадцатом доме поставила. Ну, думаю, в сентябрь месяц я закончу пятнадцатый. А также депутаты рассказали, как продуманное распределение средств помогает и ремонт подъездов провести, и окна заменить. Что еще лучше, сохранит тепло в домах. Как только у вас появились какие-то средства, вы сразу же целевого этого не делаете? Процент оплаты у меня на сегодняшний день 85%. Я сотрудничаю с ЕКЦ, тоже большое им спасибо. Они оказывают большое давление на жильцов. Но проблемы есть и здесь. Председателя КСК волнует дренажная система, вернее ее отсутствие. Это мешает благоустройству дворов и озеленению микрорайона. Вот, к примеру, сквер на Голубых прудах постоянно тонет в воде и затапливает подвалы близлежащих домов. Все это от того, что на ливневке мало обращали внимания при ремонте дорог. По словам депутатов, городское руководство теперь строго требует от подрядчиков учитывать в проектно-сметной документации ремонт или создание новых ливневок. Потому что не передали в коммунальную собственность. Вот если бы вовремя сразу передали бы в коммунальную собственность, сразу бы организация начала уже проливать и прочее. А у нас сначала посадили, все. Потом, пока начали передавать, все уже засохло. Ну, а сейчас есть... Хорошо, я подниму этот вопрос и обязательно окину. Города скажу. Восток-5 микрорайон Мамраева. Здесь у председателя КСКА-7 проблемы с крышами. Текут, однако. Помощи пока ждать неоткуда, а собственными силами справиться трудно. 22 дома в ведении КСКА-7. К сложной зиме их все надо готовить. А жители традиционно все лето не сдают средства на ремонт, что укорачивает и время работы по подготовке к отопительному сезону. Осенью приходится работать практически в авральном режиме. Однако есть и еще другие проблемы. Вы знаете, отвратительно. Это уже второй сигнал. Отвратительно стали работать. Я не знаю, что там произошло, не могу понять. Но не стали вывозить крупногабаритный мусор. Ну, у кого что болит. Председатель местного КСКА попутно заметила, что аллея имени Марабека Мамраева в этом году в удручающем состоянии. Цветы не были высажены, брусчатка стала сыпаться. Здесь вряд ли можно отдохнуть с удовольствием. А ведь на его благоустройство были потрачены государственные деньги. Еще одна беда. Во дворе, рядышком, одеско-спортивный игровой комплекс с искусственным покрытием выглядит, как после пронесшегося торнадо. Только дети такое сотворить не могли. Явно к этому беспорядку приложили руки и взрослые. Аким Города об этих проблемах узнает. Какие примет мнение решений, я не знаю. Но то, что он узнает, это однозначно. И мы в ближайшее время, конечно, его будем информировать. Вот насчет Коммун-Транс уже у нас второй сигнал. Поэтому это будет однозначно. Недовольная вот председатель КСК Азия, да, она вот конкретно сказала, вот у нас очень плохо вывозят мусор. В 15-м микрорайоне жильцы тоже все лето не думали о зимних проблемах. Как в басне Крылова о стрекозе. Спохватились только ближе к осени. А это опять спешка. Сейчас проводятся работы по замене аварийных коммуникаций. А это можно было сделать гораздо раньше. Вот привык наш человек к тому, что кто-нибудь все сделает за него. Такая нерасторопность жильцов приводит в недоумение. Ведь проводятся разъяснительные работы совместно с теплотранзитом. На сходах все согласно кивают головами. В Октябрьском районе 800 домов. На сегодня 125 из них еще не готовы к зиме. Хотя в процентном соотношении цифра готовности внушает надежду. 85% от всего жилого фонда Октябрьского района. К сожалению, можно констатировать факт, что многие люди живут в каких-то прошлых измерениях и ждут, что придет кто-то и сделает за них что-то. Конечно, безусловно, это работа самих жильцов. Нужно самим браться за благоустройство. Вывод после объезда домов был не новый. Там, где хорошо работает КСК, где жильцы проявляют активность и проблем всегда бывает меньше. Сергей Высокосов, Исламбек Успан, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Сегодня прошел конкурс названия лучшего молодого госслужащего «ЖАЗ ДАРН», посвященного 20-летию Конституции, а также конкурс журналистов на лучшее антикоррупционное освещение. Провел мероприятие Департамент агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Карагандинской области совместно с Управлением внутренней политики. Подробнее в следующем сюжете. Цель этого конкурса – поддержка реформы по формированию профессионального государственного аппарата в рамках плана нации «100 конкретных шагов». Формирование антикоррупционной культуры среди молодежи, повышение имиджа государственной службы и доверие населения в целом. Конкурсанты прошли предварительный очень жесткий конкурсный отбор. Сегодня финальный этап. Им предстоит пройти четыре сложных этапа в условиях конкурентности среди других претендентов. Были представлены этими финалистами такие творческие задания, как «Удиви меня», «Оратор» или «Демагог», «Интеллектуал». Что касается конкурса «Лучшее антикоррупционное освещение», то по его итогам жюри определило пять победителей в таких номинациях, как «Лучшая телепередача», «Лучший новостной сюжет», «Лучшая статья в печатных СМИ» и «Лучшая статья в интернете». Занявшие призовые места награждены дипломами и ценными призами. Амина Смакова, Толюген Рашидов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Есть такая обязанность родине служить. Региональное командование Астана отметило 13-летнюю годовщину со дня образования. По этому поводу состоялось торжественное собрание, на которое были приглашены военнослужащие и ветераны вооруженных сил. Мирная армия Казахстана на глазах меняет свое лицо. Сегодня вооруженные силы страны оснащены первоклассным вооружением. Развита система контрактной службы. Сегодня ставка делается на военных профессионалов. Именно такими и являются служащие регионального командования Астана. Буквально накануне празднования своего 13-летия механизированная бригада и мотострелковый батальон провели учебные стрельбы на полигоне «Спаск» и показали отличные результаты. 24 августа 2002 года верховный главнокомандующий вооруженными силами Республики Казахстан, президент Республики Казахстан Маршултан Абич Назарбаев, торжественной остановки на церемонии открытия штаба Центрального военного округа вручил боевое знамя первому командующему Центрального военного округа генералу-байору Сарцову Владимиру Александровичу. С этого дня началась история регионального командования Астана. Отличную подготовку показали военнослужащие на многочисленных международных учениях. Сегодня региональное командование Астана занимает лидирующее положение. Это почетно и накладывает дополнительные обстоятельства. В день празднования 13-летия были вручены награды отличившимся военнослужащим, которые знают, что самое главное в профессии защитника Отечества. Главное в нашей работе – это четкая, жесткая дисциплина, добросовестность обманять свои функциональные обязанности, давать правильные приказы, отдавать правильные приказы, соответственно, требовать их исполнения. В этом главная наша задача. На торжествах выступили ветераны афганской войны. Они пожелали не терять боевого духа и памяти о героях, погибших на полях сражений. В настоящий момент войска регионального командования являются резервом верховного главнокомандующего и выполняют задачи оперативно-боевой подготовки, постоянного движения боевого дежурства, а также подготовки мобилиционных ресурсов, задержания вооружений и военной техники. Сильное государство должно иметь высококлассную технически оснащенную армию с солдатами и офицерами, которые понимают свои задачи и гордятся тем, что они военнослужащие. Сергей Высокосов, Исламбек Усман, Арман Нартаев, Первый Караганинский. Исламбек Усман